Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы продолжаем бродить по особняку Влада Петреску и его окрестностям в игрушке Влад Циркус. Но мне больше кажется, что мы бродим по сознанию ленивого Олли. И открывая закрытые двери, мы открываем воспоминания, воспоминания Олли, которые, может быть, когда-нибудь и откроют тайну всего здесь происходящего. Но мне кажется, все вокруг знают, кроме самого Олли. Ну и меня тоже. Начать. Продолжить. Продолжить. прогресс все на том же месте. И Олли. Олли, наверное, тоже на том самом месте. Олли на том самом месте, где мы его оставили. Мокнет под дождем. О, как стало сразу страшно. Но мне кажется, Олли уже ничего не пугает. Ну что ж. Нет, все-таки зажги фонарик и открываем эту дверцу, которая может к чему нас, к чему-то приведет. К очередным воспоминаниям. К очередным крысам. О, укусила гадина. Да что ты будешь делать, а? Я ненавижу крыс. Они меня очень сердят. Они меня... Нет, я выдохся. Подожди, не трогай меня. Подожди, я сейчас отдохну немножко. Отдохну, и я к вам вернусь снова. Простите, господи, этих... Созданий. Они не ведают, что творят. Кусают меня. За что? Три левольверные пули. Да, тут все как-то, да. Это ж теплица получается. Оранжерея, наверное. Оранжерея. Свет тускнеет. Нельзя. Нельзя дать свету погаснуть. Что ж я потом это делать? Я бегать потом не смогу. Что, совсем плохо, что ли? 49. Да ладно, 49. Я напугался. Я думал, 30... 39. 49 это даже очень много. Ну ладно, накачаем еще керосину. Жалко нам, что ли? Ух, громыхнуло. Как бы, мол, ни сюда ни шандарахнуло в эту бочку. Тихо в яму не провались, Олли. Уйди. Не до тебя. Кстати, может быть... Это что? Вы хотите сказать, что... Есть еще и дробовик? Подожди, а вы хотите сказать, это ржавые ключи? Хм, их здесь много. Связка ржавых ключей. Они бесполезны. Может быть, среди этих связок есть что-нибудь полезное? Эти ключи бесполезны. Ладно. Да чтоб тебя, ну топни ее. Ну вот, я же еще ключи... По ключам ключусь. А это что, сломанные пластинки? Джазовые пластинки, они испорчены. Мотальбана. Ты слышишь эти голоса, Мотальбана? Или только я их слышу? Мотальбана. Дождь. Дождь. Дождь, мне кажется, усилился по какой-то причине. И что ты тут делаешь с этим ключом? Ложись. Ложись, Мотальбана. Что значит ложись? Прыгай сюда вниз. Этот блестящий ключик. Где он его украл? Банан. Банан. Вот, мне кажется, сейчас пришла очередь банана. Пули. Ну, это револьверные. А вот еще ключи. Давай, я тебе, я тебе банан. А ты мне ключ. Мотальбана. Какой у вас смысл в этом всем? Ну, как какой? Нам нужен ключ, я думаю, что. Куча разбитых и поцарапанных пластинок. Но здесь ничего больше нету. Вот чего-то такого, чего могло нам ржавые ключи. И треску оставил ржавец связку старых ключей. Только один ключ, мне кажется, важен. Это тот, что у Мотальбана. На столе лежат старые ключи. Но старые мне не нужны. Нет, ну с этой крысой надо уже... Надо покончить с этой крысой. Мерзкая крыса. Оливер. Первый раз, мне кажется, ты отозвался так о крысе. Мотальбана. Что же делать, а? Что же делать? Ложись, Мотальбана. Это блестящий ключик, где он его украл. Как мне его взять? Вот в чем проблема. А если я сейчас выйду, Мотальбана будет сидеть тихо. Так же? Ну да, он так же сидит. Ничего себе, дуэль. Может, просто... Может, у меня нет чего-то... Может, банан не такой, а? Обычный банан. Может, его надо разрезать? Это бесполезно. Палка его. Да нет. Похоже, что мне нужен этот ключ. Какой в этом смысл? Да ну да. Смысла в этом особенно нет. Тогда я немножко потерялся. Тогда я немножко потерялся. Дверь на первый этаж заперта. Может быть, ключи-то как раз от нее. На часах из зала не хватает стрелки. Нет. Я нашел свой старый вагончик. Дверь заколочена. Да. И отколотить ее нечем. Олеся доверила мне искать сумочку, которую она оставила на вокзале. Да, но мост сожжен. Кстати, да. У меня есть доска. Может быть, доска каким-то образом сможет мне помочь в этом? Перемахнуть через тот мост? Я слышу женские крики, доносящиеся из дренажа на заднем дворе. Это не просто дренаж, а какое-то просто адское место. И туда я лезть не хочу, потому что там крысы и больше там ничего, похоже, нет. Мотальбана мне ключ не отдает. Тогда ладно. Тогда ладно. Действительно, пойду сейчас схожу. Даже сбегаю. К мосту. Так, а что здесь у меня осталось? Спички. Спички. Револьвер. Может, спички с собой прихватить, а? Может, там пригодятся. Спички. Вроде бы поджигать ничего не надо. Спички. Ладно. Пойду пока без спичек. Картина еще, как бы, привлекает внимание постоянно. Вагончик. Но здесь ничего не было. Больше, да? Здесь я взял эту ленту. Шляпа совершенно другого. Мы были семьей. Он дал нам достоинство. Дверь. Какая дверь? Что-то у меня эти самые. Подожди. Хм. Илья, подожди. Может, я как Олли все забыл? А я выходил через эту дверь. Или она... Подожди. Она, по-моему, была за... Или нет? Или я что-то... Я что-то... Я что-то плохо помню. Что-то со мной случилось, Олли. Мы с тобой потеряли память. Я был здесь или нет? Бак керосина... Да... Подождите. Я здесь, по-моему, не был. Или мы здесь были, Олли. Снять? Нет, точно не были. Вы сняли в замок с двери. Ооо. Это должно быть ателье госпожи Петреску. А что так тревожно? Ателье? Это мне что-то... Косточка какая-то моргает на... На столе. Это не то, чтобы ателье. Это как художественная какая-то студия больше. Портрет маслом. Хм. Я люблю рисовать, но у меня никогда не было возможности попробовать. Ага. Ммм. У госпожи Петреску было несколько незаконченных картин. Все заколочено. Холл. Пустой мешок. Очень хорошо. Он мне пригодится. Это чистый холст. Вот так. Чудесным образом мы расширяем свой инвентарь. Что это? А что это было? А что это было? А не закрыл ли кто-нибудь меня, а? Анин... Кто-то вернул замок на место. Этот кто-то следит за мной. Не по душе мне сидеть заперти. Как-то мне тревожно стало. Там еще и спички лежат. Возьмут сейчас эти поджигатели и сожгут меня. Хорошо, что дождь идет на улице. Он им не даст меня сжечь. А, гаечный ключ. Взять. Гаечный ключ. Гаечный ключ. Будем закручивать гайки. Где? Где он может мне пригодиться? Чего-то пока не помню. Это незаконченная картина. Тут едва заметны несколько мазков кисти. Ну, у нас будет время, наверное, закончить эти все картины. Потому что нас закрыли. Это исследование человеческого тела. Госпожа Петрецку хорошо владела кистью. Мертвая природа выглядит реалистично. Боже, я никогда не смогу так. Эти картины лежат здесь уже долгое время. Они все покрылись пылью. Одеяло? Что под ним? Снять? Это всегда страшно. Это всегда страшно. Одеяло. Вот это вот. Что под ним? Черт. Он с головой. Я не боюсь безголовых. Но этот с головой. Этот с головой. Боже, я упал. Я упал. Я потерял сознание. Но я, мне кажется, жив. Я заснул. Я заснул. Доктор пришел. Открыл меня. Черт. Может, снова приступ какой-то? Доктор Джаспер. Доктор Джаспер. Пошел. Жаловаться. Мистер Миллс. Я наконец-то нашел вас. Меня тут заперли. Кто-то запер дверь снаружи. Я долго искал вас. Вы в порядке? Нет. Это Йозеф был. Они с братом с вами. Подожди. Какой Йозеф? Он не похож на Йозефа? Я только что видел Йозефа. Старый Петреску говорил правду. Хм. Мистер Миллс. Это просто галлюцинации. Нет, нет, доктор. Я не сумасшедший. Йозеф пережил электрический стул. Его мозг был поражен. Но едва он мог говорить и ходить. Влад Петреску живет с ним здесь. Поверьте мне. Прошу. Поверьте. Я советую вам пока ничего не говорить об этом своим друзьям. Я позвоню начальнику полиции Скренвилла, чтобы он подтвердил ваше опасение. Я понимаю, доктор. Я не скажу ни слова. Увидимся позже. Старайтесь сохранять спокойствие. Я стараюсь, доктор. Я стараюсь изо всех сил. Память о Йозефе Петреску преследует меня. Как призрак. Как он еще жив. Пути Господни неисповедимы. Он был несчастен. Но мужчины не должны выносить приговор ошибкам других мужчин. Что это такое? Что это такое? Ну, он совсем не похож на Йозефа. И Влад Петреску был прав. Йозеф живой. Только без мозгов. Конечно. Такие есть. Вообще, мне не жалко Йозефа, наверное. Он приставал к моей Лесе. Да? А куда же он тогда делся? Куда же тогда делся, Йозеф? Инструмент для затягивания гаек. Ну, это понятно. Какую гайку мне-то затянуть-то? Что ж мне делать? Может, мне тогда здесь... И нечего делать? Пойду-ка я, знаешь что... Пойду-ка еще выйду. Поброжу тут. Может, чего найду еще. Ну, с маслом все нормально. То есть, с этим... С лампой. Хотя нет. Давай-ка я заправлю ее. Почему нет? Бак полный. Кто его знает? Что тут? Камни. Камни. Это... Камни, 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 камни. Оля, ты вспомнил? Оля, помнишь мы, как... Там, в другом месте, точно так же перекинули через камни дочечку? Сделано доска послушать мостом. Тихо, ты и так сильно не беги. Давай смотреть всюду. Снова люк. Железное покрытие. Дорога в ад. Похоже, все. Дальше пути нет. Это крышка дренажного туннеля. Я не знаю, как ее снять. Ну, то же самое было и там. И ту крышку нельзя было снять до поры до времени. Значит, я просто еще сюда вернусь. Не похоже, что это хорошая идея. Ну, а другим ничем мы не... Какой в этом смысл? Получается, нет. Получается, нет. Получается, нет, наверное. Но больше здесь ничего нет. Снова тупик. Оля, мы снова пришли к тупику. Ну, хотя бы что-то как-то продвинулись с тобой. Что ж. Что ж. Теперь стало ясно, что доска не для моста. И через мост мы никак не пройдем. У нас есть спички. Гаечный... Ключ. И пока что больше ничего. Получается, туда, наверное, смысла нет идти сейчас. Может, к дренажу пойти сходить? Дверь закол... Дверь заколочена. Дверь заколочена, но что? Ключом я не смогу. Ну, немножко я, конечно, в тупике. Как вариант, можно сбегать... О, каких много. Слушайте, чего? Вас раньше так, мне кажется, не было. Олеся, ты встала? Зачем? Может, тебе надо еще полежать? Олеся, что ты делаешь? Тебе лучше? А я еще не нашел лекарства, Алексия. Оливер. Оливер. Смотрю на нее и думаю... Ладно, там борода. У нее синяки под глазами. Ты видишь, какие... Как она страдает, бедная. Вот что у него на голове, я не пойму все время. Или вишенка? Или что это такое? Или яблочко? Ну, это, наверное, конечно, красивая шляпка. Невероятная модница. Оливер, я ждала тебя. Чай успокоила мою боль, но мне все еще не здоровится. Да, я вижу. А где Гарри? С Джейком и домом. Ты принес мою сумочку? Нет. Я не смог доехать до вокзала. Мост сгорел из-за удара молнии. Можешь такое поверить? Нет, не верю. Кто-то его сжег. О чем ты говоришь? Оливер, мне нужно эти лекарства. Разве ты не понимаешь? Оля. Прискакал. Я знаю, Олеся. Подслушивает нас. Я просто не представляю, как перейти ручей. Петреско сказал, что где-то есть лодка. Может быть, если... Если... Да! Смотри-ка. Ах ты. Растопыри лучше. Не верит. Не верит Олесии. Не доверяет ей. Оливер, послушай меня. Придурок. Мне нужна моя сумочка. Прямо сейчас. Зачем так грубо? Эй. Тебе лучше успокоиться. Ты можешь навредить ребенку. Мне плевать на ребенка. Я не хочу его оставлять. Оливер. Олесия. Я не узнаю тебя. Господи Иисусе. Что ты... Что ты такое говоришь? Олесия. Как ты можешь договорить? То, что мне нужно, находится в моей сумочке. Иди принеси ее мне. Или я буду причинять себе боль, пока не случится выкидыш. Это тебе так нужно было? А-а-а. Хочешь героин? Он в твоей сумочке. Опять взялась за старое, да? Ты таки до проституции опять дойдешь. Мне пришлось выбросить его в участке. Пока Гарри не узнал. Этот ублюдок всегда на мне проверяет меня. Что? Я... Я не могу поверить в это. Он сейчас лопнет. Черт возьми. Думаю, рано или поздно это должно было случиться. Вы двое. Вы всегда меня... Меня что-то скрывали. Я такой идиот. Да я тоже ничего не знал. Гарри. Я тоже не знал. Я тоже такой же идиот, как и ты. Гарри, о чем ты говоришь? Это неправда. Дорогой. Дорогой. Послушай меня. Нет. Мне нечего слушать. Ты использовала меня все это время. Это правда. Ты больше никогда меня не увидишь. И я исполню свой лучший трюк. Исчезну. А ты, Оливер. Я думал, ты мой друг. Более того, мой брат. А ты просто лживый клоун. Пошел ты. Ну куда ты пошел? Гарри. Гарри. Ради всего святого. Гарри. Я с ней не связан с этой женщиной. Между нами уже все. Кончено. Мне нужна сумочка, Оливер. Найди ее. Остальное сейчас не имеет значения. Я чувствую такую жажду разорвать себя на куски. Тихо. Не надо рвать ничего. Что такое? Что? Ужас. Сумочка. Сумочка. Возьми вот мою сумочку. Успокойся. Выпей. Помогает лекарство. Я не хочу молиться. А я хочу помолиться. Я хочу помолиться. О-о-о. Все. Гарри. Спекся. Гарри Бог. Гарри. Мы же друзья. Между нами не должна вставать никакая женщина. Тем более такая, как... Дай мне тоже выпить. Я буду пить до упаду. Ха. Эй, Гарри. Уйди с глаз, мои Холли. Руди. Ну, куда мне идти, скажи. Куда мне идти, Гарри? Скажи мне. Покажи пальцем, куда мне идти. Я ж не знаю, куда мне идти. Барная тележка. К барной тележке. Мне не стоит пить. От этого болит голова. Так как я на снотворном. Я буду пить до упаду и все. Говорит-то вот и все. Уйди и все. Уйди и все. Что же делать такое? Что же делать? Как же мне найти ее? Куда же мне идти? Может с парнями пойти поговорить? Блудница. Еще эти крысы. Крысы. Кругом. Ну, хотя, наверное, с ними... Если будет о чем поговорить, поговорим. Ну, нет. Скорее всего, конечно, нет. Скорее всего, нет. Просто... Я не знаю, куда. Ну, что мне... Что мне делать, а? Оля даже плечи... Эээ... Опустил. Не надо опускать плечи, Оля. Оливер, это не имеет никакого значения. Мне нужна только моя чертова сумочка. Все мое тело дрожит. Тихо, тихо, тихо. Не дрожи. Слушай, ну пойду... Пойду сбегаю еще. Пойду сбегаю, но там же ничего не... Нет. Гайя у меня что? Гаечный ключ? Просто, ну, расчет на то, что может что-то еще мне привидится. Кого-нибудь я встречу, кого здесь не было. Может быть... Может, старик Влад опять придет. Что-то мне расскажет, кыш. Бегу, Олесия. Гарри жалко. Ну что, как я тут? Все, не прыгнуть, не перепрыгнуть. Через мосток. Может, идти к этому, к дренажному... Тоннелю, который бы открылся. Может, туда залезть, еще что-то там увидеть. Получится. Есть Мотальбана, да? Но Мотальбана не хочет есть. Он не хочет спускаться. Что у меня еще есть? Ну, стрелку я не могу найти. Банан сюда еще... Нет. Может, объединить? Что? Нет. Гарри, банан тебе дать, а? О, бедный Гарри, жалко его. Много, конечно, ему не надо, чтобы спиться. А ну-ка, подожди. Может, здесь что-то осталось. От Олесии и ее следы. Кровавые. Нет. 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 Есть спички. Есть ключ. Есть Мотальбана. Слушай, надо спички взять, потому что я не знаю, вдруг они мне где-то понадобятся. Может, я что-то смогу поджечь. Давай-ка возьму спички с собой. Револьвер, я думаю, не нужен. Проверить дренажный тоннель еще. Ну, навряд ли здесь что-то еще будет. Кроме крыс этих. Ай, вы обожглись. Не подходи, боже мой. Да отойди ты оттуда. Уйди. Оля, ты что... Молитесь, чтобы снять стресс и не потерять сознание. Оля, ты что? Очнись, проснись. Как я сюда попал? Так, все у меня есть. Возьми себя в руки. Ну, в общем, я как будто не умер, да? Как будто просто опять отключился, память потерял. Ну, мне кажется, здесь нет ничего. Крысы, 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 крысы. Хотя с крыс, может быть, патроны, увы. И выпадут какие-нибудь. Здесь просто дырка, здесь ничего. Ну, и здесь тоже что? Здесь тоже вагончик. Ну, что, вагончик. В день пожара кто-то побежал укрыться в вагонах. Так как огонь был повсюду. Боже мой, многие сгорели заживо или задохнулись от дыма. Не знаю, не знаю, что делать. Давай пойдем сюда тогда, что ли? Может быть, как-то мы сможем что-то... Опять же, надежда, что мы кого-то встретим. Может быть, вагончик мой не забит, а эти доски на гайках. Можно попробовать открутить их. Ну, клетка, клетка, что тут клетка, клетка? Не похоже, что это хорошая идея. Какой в этом смысл? Да. От вагона ничего не осталось. Не похоже, что это хорошая идея. Какой в этом смысл? Так, секунду, сейчас отвлекусь ненадолго. Продолжаем, продолжаем. Телефон Оли звонил, дозвонил. Хотел со мной поговорить. Продолжаем. Только что нам продолжать? Честно говоря, непонятно. Спички. Ну, все, что мы могли. Больше ничего нет под кроватью. Под кроватью больше ничего нет. Здесь, да, дверь уже все. Ну, ключ. Как мне сказали у близнецов. Ну, все. Оли, пора впадать в отчаяние. Думаем, думаем с Оли. Ну, Матальбану не нужен ключ. Ему не нужны спички. Не, я же не думаю, что ли. Конечно, нет. Какой в этом смысл? Все правильно. Что-то из этих вещей объединять тоже никакого смысла нет в этом. Мне кажется, чего-то у меня нет. Да. Ну, нам же нужно что-то найти обязательно. Как же так? Мы же не можем закончить, не найдя ничего. Хоть, хоть, хоть наточу ножик. Это успокаивает немножко нервы. До соточки. Тут банки. С ними ничего. В принципе, здесь и ничего больше нет, да? Единственное, что тут здесь точильные камени. И все. На чердаке там ничего не было. Что ты сюда заглянул? Зачем? На чердаке ничего нет. В подвале... Во вторник 23-го числа придет сантехник, чтобы приедет. Ну, наверное, не вторник еще. Я не знаю, куда идти. Здесь снова крысы. Дверь, но я в нее не попаду. Поджечь ее. Все. 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 Все выходы перекрыты. Надо позвонить, чтобы меня забрали отсюда срочно. Мне кажется, я уже все пересмотрел. Дать тебе ключ. Спички. Какой в этом смысл? Конечно, никакого. Банан. Нет. Ну, в этом тоже никакого смысла нет. Ну, надо найти какой-то смысл. Хорошо. Я сейчас... Ну, потому что ну надо. Я тогда сейчас просто нажму на паузу. Побегаю. Потому что, ну... Бегать мои вот эти вот... Смотреть метание, скитание тоже смысла особого нет. Всех хрыс уже уничтожил. Сейчас просто буду искать чего-нибудь. С чем-нибудь, если что-то получится. Просто спички есть. Есть ключ. Отмычка. Что-то с Мотальвана, наверное, нужно сделать. Хотя не знаю. Ладно. Секунду. Я, в общем, прибежал на то же место. На то же место, где и Свабер остался. Я побегал кругом. Побегал кругом. Что-то мне как-то подсматривать нигде не хочется. Ну, наведите меня. Наведите меня с Гарри. Куда-нибудь намекните. Что мне дальше делать. Я... Просто время у меня поджимает. Мне нужно уходить. Поэтому я на этом месте закончу. И скажу спасибо, что смотрели. В эти мои мучения. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok